здравствуйте уважаемые земляки сегодня у нас необычный необычный эфир поскольку у нас сегодня в студии присутствует фракция коммунистической партии российской федерации в народном порядке почти полном составе я представлю наших гостей это лидер местного республиканского отделения коммунистической партии российской федерации николай нечнуров он у нас руководитель фракции кпрф а также в ранге заместителя председателя народного хурала и два депутата народного хурала от коммунистической партии это мир гаряне бимбеева и сергей ассантович сын был причиной по которой мы сегодня вышли в эфир эта передача это итоги заседания комитета по законодательству народного хурала сегодня утром 10 часов заседал данный комитет и почему мы решили выйти поскольку рассматривался вопрос о муниципальном фильтре об изменениях закона выбора главы республики калмыкия именно муниципальный фир нам всем известно о том что прошлом году народный хурал фракция единая россия почти там 21 депутат единоросс и представители партии единая россия проголосовали за изменение закон данный закон и снизили муниципальный фильтр до семи процентов тогда как представители коммунистической партии настаивали на пяти процентов на снижение муниципальный фильтр до пяти процентов однако до настоящее время закон не подписан и общество мы как общество не понимаем до сих пор что творится с этим что вообще судьбу этого закона нам не известно связи с этим сегодня были приглашены представители кп рф партии кп рф депутаты народного хурала которые нам разъяснят и расскажут как проходил сегодняшний комитет и первое слово я предоставляю николай еще нурову чтобы нам разъяснил подробно что происходит с этим законом добрый день уважаемые земляки сегодня нас любезно пригласили в студию онлайн заин для того чтобы мы дали ответы начать по прошедшему или итоги наверное подвели по прошедшему комитету народных урала по законодательству заинтересован заинтересован был о том что значит мы в свое время подали внесение начать законопроекта главе республики через муниципальный фильтр с 9 до пяти процентов принципе мы согласовали все это со всеми будем говорить так фракциями фракция согласилась и в общем то мы значит подали этот документ и принципе после этого мы получили получили значит все положительные заключения значит прокуратуры министерства юстиции глав районных муниципальных образований то все выносить заключение были положительными в день прохождения комитета к нам поступил из предложения от глаза вместе вернее от руководителя головы администрации берегова о том что они предлагают принять 7 процентов принципе на комитете в принципе получилось так что наш проект по пяти процентов был отклонен был принят предложение на сети руководителя головы администрации 7 процентный барьер чтобы у нас был существовал на все при выборе главы республики таким образом на комитете было принято это решение это было прошлом году после этого значит и на сессии народно украла республика калмыкия это закон был принят мы проголосовали коммунисты проголосовали против этого закона связи с тем что мы считаем что ты все таки демократично и будет все таки пять процентов вот но к сожалению значит единая россия поддержала законопроект 7 7 процентов значит и этот закон был принят подписан значит председателем значит парламент республик калмыки казачьей и отправлен на подпись главе республики калмыки бату сергеевича хасиков насколько я знаю по моему до декабря года 2019 года значит закон не был подписан потом неожиданно появилось значит письмо главы республики о том что закон это подписывать он не будет не будет почему первое значит глава считает что 9 процентов а вы знаете на по федеральному закону муниципальный фильтр может быть от 5 до 10 процентов ранее закон республик калмыка главе остановился на 9 процентов вот он считает что 9 процентов вполне демократично и принципе нет какого смысла принимать понижать этот значит уровень муниципального фильтра до ниже там 7 процентов или 5 процентов таким образом он отказывает говорит что в письме написано что таким образом этот закон подписывать не будет связи с этим сегодня значит был на комитете был вопрос рассмотрен что делать дальше с этим законом на комитете выступил заместитель главы руководителя администрации головы калмыки арашман живич и сказал о том что вот как написано в письме главы республики значит вот таким образом его и принимать на комитете она ведь члены и начать депутаты от единой россии они проголосовали значит четыре человека за два человека коммунисты проголосовали против и принципе значит они что делают значит решение комитета написано значит по предложению главы республики батю сергеевича хасикова отказать принятие закона это вот решение но я не знаю каким образом такое решение принято почему потому что закон то уже принят поправки закону подписаны сессии проголосованы и самое главное значит за этот закон проголосовали члены партии единой россии единогласно а на сегодняшний день они же например да этот закон хотят вернуть обратно вот нам на сегодняшний день непонятно что нам сегодня с этим законом делать но мы пошли по другому пути мы считаем что мы по новой среди с тем что мы имеем право законодательной инициативы мы по новой зайдем начать с 5 процентов своим предложением по муниципальной фильтрованности и по новой мы внесем этот закон законопроект начать изменения в законопроекте на следующей сессии народных урала республик калмыкия другого пути у нас нет ну вот у меня вопрос мигмир галяне которая также участвовала на заседании сегодняшнего комитета мигмир галяне вот получается так что закон считается принятым когда за него проголосовали депутаты народных урали у нас получается так что за этот закон о снижении муниципального фильтра до 7 процентов депутаты проголосовали глава республики его не подписал и при этом не предоставил мотивированное заключение о том почему он его не подписал и опять же сегодня этот закон рассматривается законопроект рассматривается на комитете я бы хотел бы услышать ваш комментарий по данному поводу и какие мотивы какая мотивация была сегодня при выступлении вот манджи представителя главы республики народных урали заместителя главы администрации манджи и вараш алексеевич асенал валерьевич уважаемые земляки ну я хочу значит высказать собственное мнение поскольку являлась одним из инициаторов этого законопроекта который по сути сегодня значит комитетом по законодательству народного хурала республики калмыкия был отклонен складывается парадоксальная ситуация что законопроект который еще 11 декабря был практически единогласно принят фракции единая россия при поддержке значит и был установлен муниципальный фильтр семипроцентный из возможных от пяти до десяти процентов на сегодняшний день этот законопроект у нас завис в чем причины во первых на самом комитете мной был поставлен вопрос о том что вот то заключение которое нам было предоставлено значит главой республики калмыки представителем главы республики калмыкия манджи и вам арашем алексеевичем а по сути оно не является мотивированным отказом и основанием для отклонения этого законопроекта почему потому что в нем указано что данный законопроект действующий точнее действующий закон о выборах главы республики калмыкия значит и то тут процент процент муниципального фильтра соответствует федеральному законодательству но при этом все прекрасно понимают что у депутатов народного хурала парламента республики калмыкия есть право у законодательного органа субъекта российской федерации устанавливать процент этого муниципального фильтра от пяти до десяти процентов я еще раз повторяюсь фракция кпрф предложила самую нижнюю планку 5 процентов этого барьера при этом значит все заключения были положительные сама администрация главы республики калмыкия значит предложила этот фильтр установить в размере 7 процентов отклонив наше предложение о постановлении 5 процентного барьера значит весь механизм принятия законопроекта был пройден единственным моментом оказалось отклонение его и не подписание точнее его главы республики калмыкия при этом мы не получили самое главное мотивированного обоснования отказа в подписании этого закона поэтому при этом я хочу сказать что еще в ноябре двадцатого года президентом россии владимиром путином значит было дано поручение главе цик или памфиловой о том что необходимо все-таки вернуться к вопросу о снижении муниципального фильтра вообще по российской федерации и на данный момент на большинство субъектов российской федерации большинстве субъектов это 27 субъектов российской федерации значит приняли закон о снижении муниципального фильтра до 7 процентов 16 субъектов российской федерации действует муниципальный фильтр в 16 субъектах, и мы, допустим, относимся к 4 субъекта Российской Федерации, в 4 субъектах 9% барьер существует. Получается, что мы как раз в числе тех регионов, которые по наибольшей планке установили муниципальный фильтр. Конечно, это не способствует тому, чтобы выборы глав субъектов Российской Федерации были конкурентоспособными. Мы понимаем, к чему это ведет, к тому, что реальные кандидаты не имеют возможности, потенциальные кандидаты, участвовать в выборах глав субъектов Российской Федерации. Примером может послужить наши выборы 2019 года главы Республики Калмыкия, когда один из кандидатов, который реально имел поддержку со стороны оппозиционных сил, левопатриотических и народно-патриотических сил, не сумел пройти этот барьер с тем, что не набрал всего лишь одну подпись. Эту ситуацию, конечно, нужно изменять, поэтому мы будем настаивать и не остановимся. По предложенному механизму мы имеем право внести заново законопроект о снижении муниципального фильтра. Точнее, мы вынуждены это сделать. Спасибо, Менгрия Галяевна, за ответ. Сергей Александрович, я бы хотел услышать тоже ваши комментарии по данному поводу, но получается так, что у нас комичная ситуация. 21 депутат Единый Рост проголосовали за принятие данного закона, и сегодня на комитете 4 члена партии Единая Россия этот законопроект оклоняли. Добрый день, уважаемые избиратели, земляки. Да, сегодня проходил комитет в 9 часов утра. Мои коллеги уже рассказали по этому поводу. Я хотел бы добавить в этом констеркте, что вернемся на прошлую сессию, когда большинством партий Единая Россия был принят наш проект закон. Что этому предшествовало? По нашему инициативе мы предлагали 5%, но в день заседания комитета по законодательству пришел ответ с администрации главы республики за подписью Берикова, где он предлагал 7%, на что и согласились, скажем, партия Единая Россия, что и проголосовали. Ну то есть, если как раз наша фракция не голосовала за 7%, потому что у нас проект был за 5%. Почему 7% предлагал? У него нет такой инициативы законодательной, да, только есть угловые. На что пояснил Араш Алексеевич, это было его личное. И у меня сразу встречные вопросы у него. А почему мнение главы и мнение главы администрации не совпадает? Вот это как раз комичная ситуация у нас в республике, из-за чего пошел, можно сказать, цирк Боров. Один одно предлагает, как лебедь, рак и щука. И непонятно, что происходит. То есть они там сами разобраться? Сами не могут разобраться. Спасибо, Сергей Александрович, за ответ. У меня вопрос Николая Дмитриевич. Николай Дмитриевич, насколько мне известно, то, что, как Мигмир Галяевна только что сказала, то, что Панфилова, председатель Центра избирательной комиссии, уже направляла в региональные парламенты, в региональные избиркомы письмо о возможности рассмотрения законопроекта о снижении муниципальных фильтров для доступности, открытости избирательного процесса. И, насколько мне известно, письмо Народного хурала также был ответ на данное письмо, где сам председатель Казачков указывал о том, что соглашался с позицией Панфиловой и заверял тому, что Народный хурал рассмотрит данный законопроект и примет, снизит муниципальный фильтр до определенного процента. В соответствии с федеральным законом предусмотрен муниципальный фильтр от 5 до 10% и дано возможность субъектам, регионам, республикам, краям, областям на уровне представительных законодательных органов принять промежуток, люфт, как говорится, от 5 до 7, то есть или 10%, или 5%, или 6%, 9%, 10%. То есть право каждого субъекта самим определить муниципальный фильтр. В 2019 году было письмо, написанное председателем Центральной избирательной комиссии Панфиловой, о том, что рекомендует Центральная избирательная комиссия, рекомендует законодательным собраниям краев областей и республик самим принять, уменьшить, подчеркиваю, уменьшить муниципальный фильтр, внести законодательную инициативу и на своих сессиях уменьшить муниципальный фильтр. Да, значит, это письмо поступило в избирательную комиссию республики Калмыкии, оттуда поступил, значит, Народный хуал республики Калмыкии, значит, на котором председатель Народного хуала республики Калмыкия Казачко, значит, Анатолий Васильевич, принц поддержал, да, в принципе. Я хочу сказать, кстати, значит, Анатолий Васильевич поддержал инициативу коммунистов, значит, и тогда, в 2019 году, когда мы подавали. Вы же понимаете, без решения председателя, значит, так, повестку дня, нести это предложение невозможно просто. Это было, я еще раз подчеркиваю, это было сформировано общее мнение всех почти фракций о том, что необходимо снизить в Калмыкии муниципальный фильтр, потому что у нас в 2019 году, значит, вы помните, когда были выборы главы республики, просто из одной подписи, значит, так, не допустили человека, хотя подпись была, но ее каким-то образом заувалировали, заставили, значит, человека не признать ее, значит. Вот таким образом человека просто не допустили к выборам. Поэтому мы посчитали, что необходимо снижать, мы поставили 5 процентов, на сегодняшний день было, значит, предложение, кстати, этого руководителя администрации Берекова, значит, снизить до 7 процентов, хотя он, значит, не имеет права законодательной инициативы, он является руководителем администрации, а право законодательной инициативы имеет глава республик Калмыкия. Вообще тогда было парадоксально, конечно, то есть глава вносит, значит, 7 процентов, потом берет и не подписывает закон. Вот, к сожалению, такого не произошло. А могло бы такое произойти. Поэтому, когда, значит, мой коллега задал вопрос, значит, Манжиеву, значит, так, представителю главы в народном хурале, значит, когда сказал, говорит, мы, говорит, не поймем, значит, руководитель администрации пишет 7 процентов, необходимо принять, глава республики отказывает. И когда вопрос пошел, говорит, он говорит, это, говорит, такое мнение главы. Вот и все, весь ответ. Ну и в заключении я бы, ну, спасибо, что пришли сегодня таким составом. Очень приятно вас всех видеть. И я бы, я желаю вам успехов вот именно в принятии, наверное, данного законопроекта, поскольку он актуален. Я по себе знаю, да, как тяжело было проходить муниципальный фильтр. Я был в той команде, ну, о чем вы говорили, да, сейчас. И я считаю то, что непринятие, отказ в уменьшении муниципального фильтра, это, в первую очередь, нарушение конституционного права быть избранным. И для нас, граждан, как вы на право не только пассивное, но и активное, но и право пассивное, нам, гражданам, выбирать. Мы не можем допустить, мы не можем выбрать того кандидата, которого мы хотим, поскольку муниципальный фильтр является специальным административным барьером для выдвижения того или иного кандидата. Спасибо вам большое, что пришли. Будем следить за ситуацией. И спасибо вам, что освещаете свою деятельность на родине Урале, разбаловали население своими прямыми эфирами. Я думаю, что эту практику нужно еще больше с разных ракурсов. Ну, удачи вам. Спасибо, что пришли. И поскольку это нарушает конституционное право граждан, я как руководитель общественного движения обращаюсь к вам, депутаты от «Единой России», и поясняю, да, закон уже принят. В связи с этим, и принят именно вами, поскольку депутатами штукционной группы не голосовали за данный закон. Кто-то был против, кто-то воздержался. В связи с этим, я прошу вас, обращаясь к вам, депутаты «Единой России», сделайте так, чтобы данные... Обратитесь к главе Республики Калмыкия. Пусть подпишет он этот закон, опубликуете, стойте до конца на своей позиции. Не будьте марионетками. Вы же цвет, вы же депутаты. Я не знаю дальше, как говорить. Это абсурдная ситуация у нас на Народном Урале. В связи с этим, я просто обращаюсь к вам, ну как к жителям Республики Калмыкия, за то, чтобы не нарушалось конкуренционное право наших граждан. Команда канала «Зан Онлайн» благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо. Благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил. Реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео. С уважением, Максим Циденов.